Всем привет! Вы находитесь на канале Поступив Мед, где вы можете найти всю полезную информацию, необходимую вам для успешной подготовки к сдаче ЕГЭ по биологии, химии и другим предметам. Прошлый выпуск был посвящен отделу бодросли, а сегодня мы с вами продолжаем говорить о растениях и поговорим об лишайниках. Итак, что же такое решайники? Решайники – это живые существа, представляющие собой симбиоз грибов и водорослей, про которые мы говорили ранее. Что такое симбиоз? Симбиоз – это взаимовыгодное существование двух живых организмов. Причем не только взаимовыгодное, а и такое существование, при котором один вид не может обойтись без другого. Какова же роль водорослей и грибов в общем теле решайников? Водоросли являются в данном организме продуцентами, то есть они поглощают энергию солнечного света и преобразуют ее в органические вещества. Грибы же, в свою очередь, являются поставщиком воды и минеральных солей, так необходимых водорослям для синтеза вышеупомянутых органических веществ. Надо отметить, что лишайники растут очень медленно и являются индикатором загрязнения среды. Соответственно, если мы видим на дереве или на скалах лишайники, вот мы уже, кстати, и сказали, где они обитают, мы сразу же можем понять, что что-то во внешней среде не так, что, вероятнее всего, она загрязнена. Вот вам и ответ, почему очень часто в городских парках мы на деревьях видим данные загадочные образования лишайники. В зависимости от количества света, которое необходимо поглощать лишайнику, лишайники бывают совершенно разнообразными, прокрасными, начиная от черных и кончая белыми. Соответственно, например, черные лишайники обитают в Антарктиде и в связи с черным пигментом поглощают максимальное количество света, которого так мало в этих широтах. Необходимо отметить, что лишайники морфологически бывают двух видов. Бывают гомеомерные лишайники. Данные лишайники содержат равномерно распределенные клетки водорослей и грибов в своей теле. И гетеромерные лишайники, где слоевище водорослей образуют отдельные слои. Лишайники – это организмы, которые имеют прикрепительные формы, которые мы уже встречали у некоторых отделов водорослей, например, бурых или красных. Лишайники способны размножаться ликитативно, то есть без полного видов размножения, и с помощью полового размножения, при котором споры находят грибу, гриба, и впоследствии при прирастании споры образуется новое лишайник. Это, пожалуй, все, что необходимо знать про лишайники. Напоминаю, что в этом цикле видеоуроков мы разбираем растения, и в следующий выпуск я посвящу тоже какому-нибудь из отделов растений. Напоминаю, вы находились на канале «Поступил.нет». Надеюсь, вам было интересно. Ссылку на наш сайт и на нашу группу ВКонтакте вы можете найти в описании, которое будет под видео. Подписывайтесь на наш канал, и всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok